Друзья мои, приветствую вас у себя на канале. Спасибо, что заходите, спасибо, что заглядываете. Я вот такая красивая. Объясню почему. Чуть попозже. Вначале я хочу поблагодарить тех, кто подписан ко мне на канал и кто после этого видео тоже подпишется. Я буду очень благодарна вам всем. Следующее. Я вот... Сегодня у меня идёт фонтан эмоций. Я не умею записывать видео без эмоций, поэтому я сегодня записываю второе видео, первое видео. Но я буду вот это видео вперёд как бы заливать на канал, а вот тема бомжей будет следующей темой. Если кому интересна тема бомжей, вот после этого видео вы сможете увидеть то видео про бомжей. В общем, в этом видео я буду рассказывать о себе, как проходит моя жизнь, да. Я живу обычной жизнью, обычной женщиной. Ну вот в этом возрасте, да. И как я не молоденькая фифочка, и у меня уже возраст 60 плюс, но тем не менее у меня жизнь имеет какие-то свои движения, и у меня происходит что-то всегда в моей жизни. Я не могу сказать, что у меня прямо я живу в такой вот какой-то стагнации, да. Нет. И вот мы не так давно путешествовали, две недели назад. Мы четыре дня ездили, мы... Нам очень понравилось это место. Теперь я расскажу, что сейчас ещё происходит. Перед этим, 12 февраля, мы... Мой муж сделал... Как это? Аплай... В общем, короче, мы подали заявление в американский говермент, называется вот это UCIS, как-то так называется. Это организация, вот, чтобы... Мы подались на моё гражданство. Будем ждать, когда я получу гражданство. Что ещё происходит в нашей жизни? Вчера мы были в Сан-Франциско. Ездили... Почему я вот нарядилась? Ездили в Сан-Франциско. В общем, сын подарил нам из магазина баскетбольной команды, специальный магазин вот у этой команды есть. Я думаю, что у многих спортивных клубов есть такие магазины. И он нам подарил вещи мне и мужу. Ну, они такие, как это сказать, голенькие вот, вот такие. Ну, вот понимаете, да? Тёчечка за 60 плюс и дядечка за 70 плюс вот в этих маечках. Ну, вот, выглядеть будет, знаете, да, не очень, как бы сказать, ну, во всяком случае, я не знаю, как это будет выглядеть, но как-то нам некомфортно. И мы сдали эти вещи. И вчера поехали... Мы хотели купить здесь у нас. Раньше был магазин здесь у нас. В Сан-Хосе тоже, оказывается, они все эти магазины закрыли, и он остался в одном месте, вот прямо вот, где этот чейс-центр. Вот туда и надо ехать. Ну, в общем, мы специально поехали вчера туда. Вот. И вот, скажите, смотрите, что купили. Смотрите, купили. Какой у меня красивый вещь. Смотрите. Я-то не прочитала. Это стопроцентный хлопок, да? Шикарное качество. Да, смотрите. Вот. И тут вот на этом... Вот какая надпись. Ну, в общем, обалденная вещь, да? Я-я-я-я-я-тащусь, называется. А вот смотрите, да, момент какой. Замочек какой-то такой приятный, приличный, все, да? Смотрите, на рукаве что еще есть? Вот, вот еще вот такое. Но придется мне это закрывать, потому что у меня руки короткие, называется. Вот у меня очень много вещей, когда вот мне приходится вот так вот это делать. Такая моя жизнь. Вот. У некоторых... Вот, допустим, у моего мужа, и у него как-то все вещи, если покупать обычный стандартный размер, то это у него вот так всегда рука без подвертывания. А если покупать специальный размер, когда вот пишут тол для высоких, то тогда у него, значит, кофточки вот так бывают, да? Но ему никогда не приходилось подворачивать. У меня очень часто вот на подвороте я живу. Ну, ничего, это не самое... Я с этим нормально живу, я привыкла, наверное, к этому. В общем, это у меня вся жизнь, так сказать, в этом подвороте. Конечно, исключением вещей, которые я заказывала, значит, на пошиве, и за исключением редкого случая, когда вот так вот удачно получалось. Ну, ничего страшного, да. Кто помнит про нашу... У нас прошел месяц, мы месяц на, как бы, на, как сказать, когда мы придерживаемся каких-то правил в питании, как бы для того, чтобы уменьшить вес. Скажу вам честно, он у меня уменьшался до нашего отъезда, вот до четырехдневной нашу поездку. И, в общем, после вот этой поездки я вновь... Я практически вернулась к тому, с чего начинала ровно месяц назад. Мой муж, у него получше результат, у него где-то около килограмма, у него все-таки он держится, да. Ну, вот у больших людей немножко по-другому. Вот, ну вот, у меня вот так ситуация. Ну, одно плюс, что я за этот месяц не набрала. У меня на маленький процент, на маленькие там сто, что ли, граммчиков я уменьшилась, да. Но самое для меня кайфовое, что я за это время не прибавилась. Я от этого рада. Но будем надеяться, что вот что-то у нас будет двигаться, потому что мы, когда поедем в Казахстан, мы улетаем 18 апреля. Осталось полтора месяца до отъезда. Каких результатов мы добьемся, думаю, в Казахстане у нас все это в тартарары полетит, потому что, ну, мы не можем в Казахстане, вот, из прошлогоднего опыта, наверное, мы не сможем там придерживаться каким-то... каким-то порядком, мне так кажется. Ну, жизнь покажет, да. И теперь хочу сказать, ну, значит, вот все поняли, что мы вот на месяц летим в Казахстан. Большие планы, значит, валу поставить импланты. Там у него будет два импланта и мост будет. В общем, еще будет как бы... Как бы коронка будет просто еще там между ними. Ну, в общем, там этот доктор сам знает. Я хочу тоже свои зубы показать, потому что, если что-то надо будет, пусть уже доктор тоже мне подделает, что по времени за три недели успеем. Потому что мы долго не поедем в Казахстан. Потому что мы наши планы поменяли. Наверное. Еще это не точно. Ну, в общем, когда мы были вот в этом четырехдневной поездке нашей в Десвале, Долину Смерти, мы жили в городе Парам. Это город находится в штате Невада. Мы поняли, как это прекрасно, когда цены на бензин гораздо дешевле, когда цены на продукты дешевле, когда на каждую покупку здесь мы платим почти 10%, а там 7%. Ну, в общем, когда мы поняли, что Орви там дешевле больше тысячи, просто вот так вот экономия. И мы думаем так, что вот когда я получу гражданство, мы рванем. Потому что Вал говорит, нам нельзя теперь менять. Мы бы могли и сейчас уехать. Но Вал говорит, нам нельзя менять, потому что бывает, когда адреса меняешь, происходят какие-то моменты, что могут потеряться. Здесь все отправляют по почте. А все равно очень редко бывает, что какие-то нюансы бывают. Ну, допустим, в прошлом году был нюанс, когда Вал у него вот эта дата, вот это ID, как это, права, да, вот права, дата прав почти закончилась, когда мы уезжали в Казахстан. По возвращению он должен был получить эти права. А он не получил, потому что он, когда это все перед отъездом сделал, мы ожидали, что когда вернемся, мы их получим. А их нет и нет, нет и нет, нет и нет. И он два-три раза все это делает, делает. И пока это он там до них не достучался, оказывается, они отправляют на адрес, в котором мы жили еще в восемнадцатом году, представляете. Вот, такие моменты бывают. Поэтому он говорит, мы будем здесь жить, вот, пока не получим мое гражданство. И тогда будем двигаться. Ну, мы и так же думали про Казахстан, когда получим мое гражданство, потом будем двигаться. Вот, и нам понравилась по рампе цена на, в этих, в Орви. Ну, честно сказать, мы это в последний момент посмотрели эти цены. И, в общем, мы как бы детально сами не ходили, мы только смотрели по веб-сайту, да. Теперь вот мы думаем, когда прилетим с Казахстана, когда мы будем знать, когда у меня будет интервью на получение гражданства, да, то между делом мы хотим снова съездить в этот город и уже получше поездить, поискать эти Орви-парки. Вот скажу пункты, по которым меня назило, если мы поедем в Казахстан, да, что меня останавливало в поездку в Казахстан, да. Ну, во-первых, если бы мы поехали бы в Казахстан, нам надо было бы наше Орви продать. Продать. Либо поставить на стоянку платную, либо поставить к сыну. Ну, это вот у него бы весь фронт, как бы весь передний вот эта часть, ну, просто вот эта махина бы закрыла. Ну, в общем, вот эти вот пункты продать Орви мы сами не сможем. Это такая вещь, которую могут продать только эти специальные компании, потому что мы тоже покупали там. Но это так делается, почему? Потому что вот были и частники, но почему-то вот к частникам это неудобно, некомфортно. Вот к этим поедешь, кто вот занимается огромной компанией, там смотришь, выбираешь, а ты к каждому ездишь. В общем, короче, вот здесь, в Америке, это так не работает. Очень удобнее вот сдать и всё. А когда сдать, это проценты он, когда продаст, проценты забирает. И мы думали, что мы будем жить года два-три вот так вот мотаться в Казахстан. И потом бы мы снова покупали Орви. И мы на этом потеряем опять. Мы будем, когда покупать, мы опять будем платить опять же этой же компанией проценты. Ну, в общем, вот кто знает казахский язык, вот химайман. Вот, не могу я, вот, ну, мне, я люблю наш Орви. Я люблю наш дом на колёсах. Я не хочу как бы вот с ним как бы расставаться, что ли. Ну, в общем, не знаю. И вот, вот это один пункт. И потом у нас такая хорошая машина. У нас машина Ниссан. Она у нас всего два года ей. Вот. Она новая. Вал на ней аккуратно ездит. И мы платим 500 долларов. Если мы её продадим, выяснилось, я когда тонкости не знала, а потом я спрашивала, он говорит, вот, допустим, мы за такую цену продадим, мы практически все эти деньги внесём в эту компанию, в которую мы брали Ниссан. Если мы сможем чуть-чуть дороже продать, то у нас останется какой-то плюс. Ну, в общем, короче, тоже. И, ну, неохота. Хорошая машина, понимаете? Любим мы эту нашу машину. Вот. Ещё вот так же наши айфоны. Вот мы их покупали. Если так же мы полетим в Казахстан жить, и если, в общем, мы должны будем, если мы будем откажемся от этого тарифа, то мы тоже должны внести где-то полторы тысячи, что ли, разом денег. Ну, в общем, короче, вот такие вот минусы, которые вот меня никак не давали мне покоя, когда мы надумали про Казахстан. Потом, что ещё мне не давало покоя, что вот мы когда будем возвращаться, где мы будем жить? Даже если наша ОРВИ будет стоять на территории у наших детей, да, то она будет, наша ОРВИ не будет подсоединена к этому, к Сювиджу, как бы с канализации, не будет подключена. Вода, воду, может быть, легко подсоединить. Электричество, может, тоже несложно. Ну, в общем, если это не делать, не жить в этом, то жить с детьми. Они, правда, нам ни разу не предлагали. И я не знаю, в общем, мы этот вариант даже не рассматривали. Либо мы будем жить где-то, снимать. Ну, в общем, короче, потом у нас была такая идея, что мы возьмём маленькую такую типа ОРВИ. У нас, допустим, почти 44 фита. Мы бы вот путешествовали мы в 18-м году на 25 фитов. А мы бы хотели взять где-то 19-21 фит. И вот где-то вот так вот ездить, так же путешествовать, смотреть. Ну, в общем, тоже это не вариант. В общем, вот эти варианты, вот эти моменты, которые вот они нам мешали чувствовать себя как бы правильно, что ли, так сказать. Ну, в общем, и ещё один момент, то, что если мы будем жить в этом Парампе, в штате Невада, там плюсом ещё то, что Лас-Вегас очень близко, час езды до Лас-Вегаса, и ещё полчаса езды до горячего источника. Мы действительно прямо вот, ну, очень полюбили этот вот горячий источник. Вот знаете, есть какие-то горячие источники очень сильные. Они тоже приносят какие-то дискомфорты после вот принятия. Есть какие-то горячие источники с запахами, да. Этот горячий источник, ну, в общем, нам подошёл вот исключительно, да. И мы бы очень хотели бы именно в Парампе жить. Но есть ещё один момент. Вчера мы ездили, после Сан-Франциско мы заехали к детям, и, в общем, включили, у них же есть бассейн, и у них есть вот этот, хаттап называется, ну, как бы горячая такая ванная, ну, вот возле бассейна, тоже как бассейн, ну, вот хаттап, как бы перевод горячая таблетка, да. Типа того, типа того, в общем. И дядечка идёт на нашу рву, так смотрит, не знает, что там, может, он новенький. И вот этот вот, и тогда, в общем, они разговаривали, мой сын разговаривал с Валом о нашем переезде, и мы понимаем, что если мы переедем в Парамп, мы будем реже видеться с внуками, но также мы бы, если переехали в Казахстан, мы бы ещё реже бы видели внуков, да. В общем, сын тоже с этим не согласен. В общем, мы все сейчас думаем, решаем, как быть, что нам делать, на какой остановиться. В общем, через год нам надо будет по-любому принять решение, и у нас через год должна поменяться наша жизнь. Стоп, пожалуйста, я открою дверь. I do video. I'm sorry. Ничего страшного. No problem, Вал. Открыла мужу. Он набрал всего в магазин, заехал. Very, very nice, Вал. Okay. You wanna say hi? No, this is... Он оттуда машет, Вал. No, 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 no. Hello, 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 hello. Мы в общем подвешенном состоянии В общем мы надеемся, что через год у нас поменяется жизнь Но не знаю в какую сторону В общем будем смотреть, куда кривая вывернет за этот год Какие изменения случатся и куда это все вывернет Но мы знаем точно, что через год у нас поменяется жизнь Вот это мы знаем 100% Так, что еще я не рассказала? Ну вот мой муж сейчас приехал с педикюра Последняя новость Он набрал попкорн от своего любимого Боже мой, вот они не могут Я сейчас скажу, что он купил Он любит вот эти вот кока-колу Только он покупает мини Ну это где-то вот один стакан, короче Ага, где-то это один стакан Обычный стакан бывает 6 унц, а это 7,5 Ну в общем скажем так, один стакан это вот Он не покупает средний размер, как у нас Привыкшие где-то 330 грамм, да Вот он любит мини, вот он купил Вот видите, мы стали цены обращать внимание Вчера мы были в мексиканском магазине Вот это же упаковка В общем, да, в сейфуэ стоит 7 долларов 70 центов А мексиканцам в магазине стоит 8,99 Короче, 9 долларов В общем, хорошо, что мы там вчера не взяли О-о Простите, пожалуйста Детчика зашел Ну в общем, давайте я сейчас сниму наш И В общем Попрощаюсь с вами Мои дорогие друзья Вот он, Мишка Вот он, наш орел Спасибо, что были с нами Пишите ваши Кто не подписан Подписывайтесь Задавайте вопросы Пишите ваши комментарии Всем пока-пока Люблю вас всех